Уважаемые гости, дамы и господа, доброе утро всем вам. Для меня большое удовольствие видеть вас здесь. Для нас большая честь, что вы собрались здесь, в этом прекрасном городе Киото. Я рада, дамы и господа, от имени организаторов и принимающей стороны и от имени многих, кто принимал участие в организации этого мероприятия в Киото, поприветствовать всех присутствующих и выразить надежду, что наш форум будет успешно проведен в городе Киото. Перед лицом таких динамичных процессов, таких интересных аспектов, которые происходят в нашей жизни сегодня способность интернета адаптироваться и становиться катализатором устойчивого экономического развития, думаю, тут все согласны, никогда не был столь важным, как сейчас. И он лежит в основе решений, обсуждений, решений, которые мы пытаемся найти, инновационных решений, новых возможностей для того, чтобы двигаться вперед на пути роста, благосостояния, солидарности и сотрудничества. Дамы и господа, это мысли, которыми мы хотели бы с вами поделиться на церемонии открытия, на первой сессии в этом основном зале 18 форума управления интернетом. И модератор для меня это большая честь здесь присутствовать, и я рада, что у нас здесь такая возможность, и у меня будет возможность на этой сессии быть модератором. Я горжусь тем, что у нас здесь сегодня участвуют 8 тысяч делегатов из 170 стран со всего мира. Это все показывает, насколько важна эта повестка для всего мира и те темы, на которые сегодня и в ближайшие дни мы будем с вами говорить. Хочу представить наших экспертов, и для меня привилегия здесь быть рядом с ними в роли модератора и запускать первую сессию высокого уровня. У нас предоставляются услуги перевода на 6 официальных языков Организации Объединенных Наций. Если вам нужен перевод, то вы можете взять наушники на столе, у вас есть наушники. И я теперь хотела бы перейти к контексту первой сессии высокого уровня 18 форума управления интернетом. В эту цифровую эру нет необходимости говорить, что мы живем в эпоху, когда данные стали основным источником жизни общества в целом, экономики в частности. И быстрое развитие технологий, таких как искусственный интеллект, интернет вещей, блокчейн и многие другие сегодня растут беспрецедентно и способствуют развитию в целом. Тем не менее, мы должны признать, что наряду с этим потенциалом прогресса возникают и комплексные сложности и риски. И также потребности, которые необходимо разрешать как можно скорее. И все заинтересованные стороны это понимают. И самое важное – это понять эти процессы и то, как все эти элементы являются их частью. Итак, первая наша сессия посвящена передаче данных. Концепция свободной передачи данных – это концепция важная для технологии, коммерции, управления и многих других аспектов. И сегодня мы говорим о беспрецедентном передвижении передачи данных по всему миру. В то же самое время о вопросах безопасности, которые возникают в связи с темой передачи данных. На этой сессии мы хотели бы лучше разобраться в вопросе свободной передачи данных и в работе Фонда свободной передачи данных. И о том, какие соглашения могут быть достигнуты в этом направлении. Я рада и считаю, что для меня большая честь представить вам наших уважаемых экспертов. Прежде всего, давайте поприветствуем господина Тара Кона, министра цифровой трансформации Японии. Также второй наш эксперт – госпожа Гортни Грегор, директор по вопросам безопасности Микрософт. Также Джин Хуа Ли, заместитель генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам. Господин Тимоти Массиу, министр коммуникации и информации. Также госпожа Леонида Мутуко. Вопрос развития искусственного интеллекта. Дамы и господа, я сейчас начну дискуссию, задав вопрос, а затем наши эксперты по очереди могут на него ответить. Давайте начнем с первого вопроса сессии. Прежде всего, господин цифровой трансформации нам ответит господин Тара Кона. Нет никаких сомнений, что существует понимание среди стран вопроса безопасности в передаче данных. Мы видим, что подход к этому вопросу разный в разных странах. Это вопрос неприкосновенности частных данных, это вопрос безопасности, кибербезопасности. Господин министр, что может фонд свободной передачи данных сделать для того, чтобы как-то смягчить эту фрагментированность подхода во всем мире? Благодарю вас и доброе утро. Добро пожаловать в Киото. Наша экономика сегодня опирается на данные. И новые технологии, такие как использование искусственного интеллекта, предполагают использование данных. Поэтому данные сегодня – это действительно основа экономики. Но если мы посмотрим на то, как используются данные и как управляется процесс использования данных во всем мире, конечно, это очень фрагментировано. Все согласны с тем, что данные должны передаваться по всему миру свободно, без задержек. И это должно быть предсказуемым процессом. Однако это бы сложно добиться, потому что у всех разное представление о вопросах безопасности данных, неприкосновенности данных. Это скорее идеологический подход. Можно, конечно, говорить друг с другом, вести диалог и разобраться в том, что думает другая сторона. Но при этом сложно кого-то здесь переубедить. Поэтому фонд свободной передачи данных должен именно обращать внимание на возможности какого-то общего подхода к регулированию данных. Нам необходимо обсуждать вопросы точности, устойчивости самих данных. Сегодня мы видим, что информации не хватает. И поэтому, когда мы говорим о точности и надежности данных, то это открытый вопрос. Кроме того, нужно обсуждать вопрос надежности того, кто отправляет данные, историю данных, как эти данные были модифицированы в ходе передачи. Поэтому, если мы хотим говорить о вопросах неприкосновенности данных, о надежности данных и их безопасности, полагаю, нам необходимо решить вопрос существующих пробелов. И, с моей точки зрения, Центр свободной передачи данных дает возможность сотрудничать разным заинтересованным сторонам, научным кругам, правительству, государственному сектору, частному сектору. Мы наблюдаем, что существует множество форумов, на которых обсуждаются вопросы данных, но они скорее секторальные. Здесь речь идет о создании некой международной платформы, которая представляла бы собой постоянно активное пространство для обсуждения вопросов, связанных с данными. Необходимо создать такую среду не только для тех, кто разрабатывает политику, но и для частного сектора, для научных кругов, чтобы обсуждать эти вопросы, связанные с данными. Эти вопросы нужно обсуждать. И здесь речь не только о политике. Это и технологические вопросы. Необходимо подключать технологию к решению таких вопросов, как создание безопасных данных, защищенных, надежных данных. Поэтому необходимо создать пространство для этого, платформу, и запустить ее работу для того, чтобы дать возможность данным свободно пересекать границы и при этом оставаться надежными. Это основная концепция Центра свободной передачи данных. Надеюсь, что по мере того, как мы согласились в рамках группы 7 и группы 20, теперь мы можем достичь международного соглашения, партнерства для обсуждения вопросов данных и передачи данных через границы. Тогда как мы понимаем, что стран много, это не только группа 7 или группа 20, у всех стран должна быть возможность присоединиться к этой дискуссии. И необходимо осуществить конкретные проекты, которые позволили бы данным трансгранично передвигаться, даже если мы не согласимся по тому, как именно мы будем регулировать такую передачу данных. Благодарю вас, господин министр. Оптимистичный взгляд вы выразили, и похоже, что это все реалистично, и все эти разрывы можно сократить, и можно добиться прогресса путем межинституционального и межгосударственного сотрудничества. Давайте теперь перейдем к заместителю генерального секретаря, к господину Ли. Что вы хотели бы сказать по этому вопросу? Спасибо, госпожа модератор. Доброе утро. Мне очень приятно присоединиться к вам в Киото и быть одним из экспертов на этой сессии. Хотел бы выразить благодарность правительству Японию, а также господину министру Кона. По инициативе Центра свободной передачи данных хотел бы сказать, что да, мы все знаем, что было внесено предложение на заседание группы семьи, а также поддержано группой двадцати. Хочу после дам слов министра сказать, что сегодня отличная возможность у нас есть дальше эту идею продумать, и надеюсь, что мы придем к решению глобального масштаба. Мы продумаем, как именно можно это добиться. Вы говорите о доверии. Доверие для ООН означает партнерство, означает всеобщее участие. И я думаю, что все обратили внимание, что три недели назад проходил саммит ЦУР в главном офисе ООН. Почему? Потому что у нас была не очень оптимистичная картина по достижению цели устойчивого развития. И вот мы видим сегодня, 8 лет спустя, только около 15 целей по графику у нас идут, и по более чем третьей цели мы отстаем. Это серьезная проблема. И как мы можем добиться цели устойчивого развития к 2030 году, в частности, по вопросам цифрового развития, это сложная задача. И поэтому мы должны подключить как можно больше участников, как можно больше стран, большинство государств и членов ООН. И в связи с этим нужно говорить не только о потенциальной выгоде, но и о регулировании. И нужно подчеркивать, что нужно не только привлекать правительство к этой работе, но и общественно, и заинтересованных лиц, в том числе гражданское общество, частный сектор, представители научных кругов, техническое сообщество, молодежь. Всех заинтересованных лиц, молодежь являются будущими пользователями интернета. Им будет принадлежать решение в будущем. И поэтому в сегодняшней дискуссии, я надеюсь, что удастся придать новый импульс этой дискуссии. Давайте в таком случае, опираясь на вышесказанное, и передадим слово следующему участнику дискуссии, госпоже Леониде Мутуку. Скажите, пожалуйста, каким образом можем мы усовершенствовать нынешнее положение дела путем повышения доверия к потоку данных? Спасибо за заданный вопрос. Позвольте мне, прежде всего, отреагировать на то, о чем говорили предыдущие выступающие, а именно по вопросу об участии. Полагаю, что фонд свободного потока данных на основе доверия путем повышения доверия увеличит вероятность более широкого участия всех, и тем самым никто не останется за бортом. Отвечая на ваш вопрос, я хотела бы отреагировать на рекомендации рамочных политики по данным, которая была ратифицирована в Африканском Союзе в прошлом году. Речь идет как раз о подходах к трансграничной передаче данных с опорой на население. Это означает, что в центре этой экосистемы находятся люди, а политики могут опираться на эти принципы при формулировании политики. То есть это означает, что мы считаем, что экономическое развитие и человеческое развитие ставятся во главу угла. Потоки данных позволяют повысить доверие. Но эта концепция в какой-то степени утопична. Нам необходимо перейти к практической реализации. Во-первых, категоризация данных. Какие именно данные должны передаваться на трансграничной основе? Нелищные данные или личные данные? С какой целью передаются данные трансграничным образом? Во-вторых, и каким образом будут лекарствоваться пользы из этого? Во-вторых, для того, чтобы было достойное доверие к передаче данных, необходимо, чтобы поток данных был двухсторонним, и с одной стороны в другую и обратно. Ну и, наконец, качество самых передаваемых данных, потоков данных. Да, нам необходимы высококачественные данные, данные, которые можно использовать в разных секторах. Да, есть стандарты, которые уже были приняты в рамках партнерства по открытому управлению. Благодаря наличию высококачественных данных можно повысить степень доверия, тем самым повысить участие, и это позволит нам не усугублять существующую дискриминационную практику в отношении тех или иных групп населения, которых представлены этими данными. Большое спасибо, госпожа Мутуку, за ваши замечания. Госпожа Кортнио Григоре, вам слово. Представитель Микрософта. Микрософт активно поддерживает по свободной потоке данных на основе доверия. И хочу тепло поблагодарить Японию за то, что вы возглавляете эту инициативу. Как бывший премьер-министр Абе сказал в декларации группы 20, трансграничный поток данных, идеи, информации, знаний приводит к повышению производительности труда, повышению инновационности и укреплению устойчивого развития. Однако перед нами стоит очень важный вопрос. Каким образом помочь всем понять, чем ценный, свободный поток данных на основе доверия? И что такое доверие? Это основополагающая концепция. Все граждане мира должны знать, что наши данные передаются защищённым образом, и наши наиболее чувствительные данные будут защищены. И это напрямую связано с вопросом безопасности, прозрачности и неприкосновенности личных данных. Необходима чёткая защита личных данных, чтобы все люди знали, что их личные данные находятся в полной безопасности. Нам необходимы стандарты для передачи информации. Это стандарты, механизмы, которые будут вызывать доверие, поскольку, как уже было сказано, во главе угла должен стоять интересы человека для того, чтобы такая передача данных приводила к возникновению новых возможностей. И нам необходимы чёткие правила для регулирования доступа правительств к этим данным. Мы знаем, что доверие можно построить на основе многострольного сотрудничества. когда все те, кто заинтересован в этом вопросе, могут принять участие в дискуссии и знать, что их интересы будут соблюдены. Мы знаем, что в конечном итоге международные механизмы ставят перед собой задачу обеспечить объединение заинтересованных лиц и создать такие рамки с тем, чтобы все пользователи знали, что они могут доверять к этой работе и что этот процесс будет учитывать их интересы. Да, ещё много предстоит сделать, но необходима при этом операция на принципы, которые уже были здесь озвучены. Вопрос в том, каким образом будут данные использоваться в будущем для того, чтобы обеспечить большую безопасность и обеспечить лучшую защиту личных данных. Что это будет означать на практике для того, чтобы добиться прогресса по вопросам экологической устойчивости, вопросов санитарного здоровья и более равного определения экономических возможностей. Вот всё, к чему может привести более свободный поток данных на основе доверия. Да, конечно, говорит ведущая, есть чаяния, которые толкиваются с цеплёнными препонами. Но среди этих препятствий одним из ведущих является неравенство и между заинтересованными сторонами, и между странами. Одной из основ повестки дня по ЦУР является сокращение неравенства между странами. Это ЦУР-10. Свободный поток данных на основе доверия очень важен с точки зрения развития, поскольку данные являются, если хотите, кровносным потоком современной экономики. Да, экономика опирается на большие объёмы данных, а развивающиеся страны, у которых маленькое население относительно, могут оказаться естественным образом в неблагоприятном положении в связи с этим. Ответственный свободный поток данных может помешать этому отсутствию сбалансированности. Как это сделать? Да, я считаю, что это прекрасный вопрос. Многие, в том числе министры, уважаемые министры, говорили, что да, действительно, мы живем в эпоху экономических возможностей, которые определяются потоком данных. И если говорить об этом разрыве с точки зрения неравенства, нужно задать вопрос, где лежат возможности будущего. Исследование 2020 года показало, что примерно половина трансграничной торговли определяется цифровой связностью. Если говорить об экономическом росте стран в будущем, особенно в том, что касается роста малых и средних предприятий, они в большой степени зависят от двустороннего потока данных. Именно это ключи к экономическому развитию будущего. Нам необходимо четко проанализировать сегодняшнюю ситуацию. Да, поток данных осуществляется, но односторонним образом. И это приводит к тому, что не все экономические возможности реализуются. Да, мы знаем, что инновация опирается на свободный поток данных на основе доверия. Инновации, экономические возможности будут открыты для всех тогда, когда будет поток данных осуществляться в глобальном контексте на равноправной основе. Поэтому мы должны подходить к этому именно с точки зрения равноправия. Говоря о равноправии, нужно говорить не только об экономических возможностях, но и о социальных возможностях, что это означает с точки зрения глобального здоровья населения. Действительно, пандемия коронавирусной инфекции стала огромным источником инноваций, потому что показала нам, в какой степени поток данных позволяет нам добиться не только экономических инноваций, но и новоинноваций в области здравоохранения. Вы только представьте себе, что это может значить с точки зрения решения проблем глобального неравенства, которые существуют уже много-много лет и кажутся практически неразрешимыми. Это практическое применение с точки зрения данных. Что может означать такой поток данных с точки зрения жизни людей, с точки зрения будущих экономических возможностей, будущего экономического роста? Это звучит эзотерично, но на самом деле это очень практичное замечание. Господина Курова, могли бы что-то добавить к вышесказанному? Благодарю вас. Когда я задаюсь вопросом о том, как решать проблему неравенства, я формулирую это следующим образом. Что это значит с точки зрения неусугубления? Данные извлекаются и передаются из одной юрисдикции в другую. После того, как эти данные пересекли границу, кто проводит обработку данных, понимают ли они контекст, понимают ли они все нюансы, связанные с тем, каким образом эти данные были собраны, каким образом может это способствовать решению проблемы неравенства, каким образом это означает участие в процессе обработки данных тех, кто понимает контекст, кто понимает все нюансы, связанные со сбором данных, и то, какое значение эти данные имеют для той юрисдикции, в которой эти данные были собраны. Это во-первых. Во-вторых, подход, который можно охарактеризовать как дефицитарный подход. Я проводила исследования в области искусственного интеллекта. Вопрос следующий. Нужны ли нам все эти данные? Нам необходимо очень осторожно подходить к вопросу того, каким данным можно иметь доступ, и какие данные можно использовать для принятия тех или иных решений. Если данные значимы, имеет ли значение, каким образом эти данные собирались в населении? Вопрос в том, как эти конкретные данные будут использоваться для принятия решения. Хочу привести конкретный пример. Например, данные по языку. В системах будущего будут представлены языки с наибольшим объемом ресурсов. Но если есть другие, которые не принимают участие в обработке данных, то тогда мы сталкиваемся с отсутствием контекста, с неправильным переводом. И, соответственно, когда мы говорим о потоках данных, в конечном итоге именно пользователи данных могут повысить качество этих данных. Для этого необходимо, чтобы они принимали участие в обработке данных. Это может позволить решить множество вопросов. Благодарю вас. Следующий мой вопрос к господину Ли, потом уже всем остальным участникам дискуссии. Если говорить о прогрессе в достижении ЦУР, для этого необходимы высококачественные дезагрегированные данные. Естественно, необходимо картирование различных инициатив для достижения этих целей. Но в какой степени может отслеживание потоков данных на основе доверия может быть важным с точки зрения экологического сотрудничества, отслеживания состояния экосистемы и для большего сотрудничества в достижении ЦУР? Однозначно отвечаю «Да». Безусловно. Потому что трансграничные потоки данных и международное сотрудничество являются ключом к достижению ЦУР. Может быть, многие зададут вопрос «Почему?». Многие, наверное, со мной согласятся при этом, что цели устойчивого развития по сути глобальны. Речь не идет о той или иной стране или о той или иной группе населения. Речь идет о человечестве, обо всей планете. Многие из тех проблем, с которыми мы сталкиваемся, безусловно, имеют трансграничный характер. Они по определению глобальны. И это означает, что естественным образом нам необходимо международное сотрудничество и обмен данными для того, чтобы отреагировать на эти вызовы. А мониторинг обмена данным очень важен для того, чтобы решить решение этих трансграничных проблем. Мы говорили только что о неравенстве, о цифровом разрыве. Говорили о том, что они существуют как между странами, так и внутри самых стран. Одной из самых сложных проблем сегодняшнего дня является следующее. Каким образом мы политическим образом можем сократить разрыв в предоставлении качественных данных? Как сделать так, чтобы обеспечить трансграничный поток данных с тем, чтобы это легло в основу международного сотрудничества? Мы в ООН, конкретно мой департамент, МКСОС, мы, безусловно, уже 70 лет занимаемся оказанием помощи государственным членам, наращиваем потенциал этих стран в различных форматах, и в том числе в области сбора данных, использования данных, обмена данными, использования данных. Вот совсем недавно мой департамент Сотл, глобальный договор по ЦУР, для того, чтобы источники данных из всех учреждений ООН поступали сквозным образом от всех ведомств, учреждений, агентств ООН. А трансграничный обмен данных способствует обмену знаниями и обмену информацией. Например, в области сокращения рисков стихийных бедствий нам необходима система раннего предупреждения. Для этого нужно иметь хорошую, надежную систему обмена данными, которая лежит в основу раннего предупреждения. Как бы вы отреагировали на это? Я полностью согласна с тем, что вы говорили о партнерстве. В том, что касается отслеживания состояния экосистем, например, есть очень интересное партнерство по обсерваториям на африканском континенте. есть различные инициативы, которые предлагают заключение партнерства по данным между разными странами, которые позволят проводить мониторинг разных экосистем. В той или иной стране, может быть, нет возможности для того, чтобы проведение такого мониторинга, но, например, есть космические ведомства, которые могут предоставить необходимые данные. Вопрос в том, каким потенциалом обладает та или иная страна для того, чтобы обеспечить надзор с точки зрения принятия необходимых политических мер и заключения партнерств. В связи с этим необходимо наращивать потенциал политических структур для того, чтобы они обеспечили необходимый надзор трансграничного потока данных в поддержку ЦУР. одновременно с этим повышать доверие к самим учреждениям, которые занимаются сбором данных. И доверие к ним должны иметь люди, у которых собираются данные, от имени которых собираются эти данные. Доверие будет опираться на понимание того, что эти учреждения являются прозрачными и подотчетными самому населению. И одновременно с этим, что если создается система массового надзора, то тогда необходимо объяснять населению, с какой целью собираются такие массовые данные, что они необходимы для того, чтобы составить тот или иной показатель, и это может стать основой доверия. ЦУР ставит перед собой задачу решения многих социальных проблем, которые имеют сквозной характер. Это означает, что затрагиваются разные наборы данных, которые собираются в разных секторах и с разными целями. Например, если речь идет о вопросах, которые касаются женщин или некоторых организованных групп в области здравоохранения, питания, энергетики и так далее, то тогда возможно создать партнерство, которое позволит сквозным образом решать проблемы на основе данных, которые были собраны в разных областях и коллективным образом добиться выполнения ЦУР. Скажите, пожалуйста, мисс Григорь, каковы ваши мысли по этому поводу? Возвращаясь к нашему разговору до начала этого заседания, мы говорили о влиянии изменения климата на нашу жизнь для всех во всем мире. И, возвращаясь к этому важному вопросу, он действительно лежит во главе угла. Чем здесь могут помочь данные, как они могут помочь переходу к устойчивому развитию? Майкрософт очень много вкладывают в это направление на протяжении многих лет. И что здесь могут сделать данные, чем они могут помочь? Мы можем посредством мер политики и инвестиций укрепить наши системы, в том числе системы энергетики. Во-первых, это можно сделать посредством укрепления нашего вклада в целеустойчивое развитие. Это так называемый подход, основанный на данных. Затем у нас есть возможности отслеживать динамику в области обознавляемых источников энергии. Но в конце концов самый актуальный вопрос здесь, пожалуй, это адаптация к изменению климата. И здесь может помочь искусственный интеллект. Это проекты, которые помогают адаптироваться к изменению климата и принимать более оптимальные решения, скажем, относительно полива и удобрений с использованием искусственного интеллекта. Это помогает достичь наших целей в области устойчивого развития и адаптироваться к изменению климата. Это только один из примеров, который помогает перевести этот разговор в реальную плоскость. последний вопрос к уважаемому министру. Что касается борьбы с изменением климата, то здесь для решения этой серьезной проблемы требуются точные и заслуживающие доверия данные об углеродном следе по всем цепочкам поставок. и это касается вопросов трансграничного характера. Нужно сделать так, чтобы данные собирались и измерялись точно, чтобы цифры подсчитывались точно, чтобы была обеспечена защита данных, была обеспечена оперативная, операционная совместимость данных. и для того, чтобы выполнить проекты в области цели источивого развития, необходимо сотрудничество между странами, необходим обмен данными, необходимо обеспечивать точность данных, их достоверность и защиту от несанкционированного доступа. Опять же, повторяюсь, необходима операционная совместимость таких данных. Поэтому важно учитывать это обстоятельство по всем ЦУР. Спасибо. Возвращаясь к тому, о чем говорили уважаемые участники дискуссии, мы понимаем актуальность этого вопроса, особенно, если мы посмотрим на недавнее будущее, в частности, на пандемию COVID-19. Это стало тревожным звонком для всех, для всех стран, для всех организаций. И мы много уже об этом говорили, что необходимо решать вопросы, в том числе при помощи данных. И на фоне пандемии передача данных сыграла ключевое значение в том, что касается смещения последствий пандемии. и учитывая важность обеспечения здоровья и благополучия для всех повестки дня в области точного развития, каковы, по вашему мнению, возможные сценарии по обеспечению заслуживающего доверия передачи данных? Спасибо, говорит госпожа Леонида Мутугу. Хочу привлечь ваше внимание к системам надзора, которые используются в африканских странах, как минимум, в области здравоохранения. В частности, это инструмент, который позволяет странам вводить различные индикаторы и данные в систему. Если посмотрим на демографию, то здесь речь идет о дезагрегированных анонимизированных данных, которые позволяют анализировать данные в области здравоохранения, питания и благополучия населения. Эти данные достаточно разукрупненные, гранулированные для того, чтобы они могли быть использованы при принятии решений. И в разных странах существуют разные рамочные программы по обмену такими данными. И они могут быть использованы для надзора за эпидемиологической ситуацией в разных странах и между странами на региональном уровне. Второй момент, на который хочу обратить ваше внимание. Если мы отойдем на время от больших массивов данных, то мы можем также вспомнить об искусственном интеллекте. Ведь есть интересные наборы данных, например, по сканам или по рентген-снимкам, которыми сейчас можно обмениваться безопасно для медицинских исследований в области диагностики и лечения заболеваний. таким образом здесь встает вопрос о том, как мы можем удостовериваться в том, что эти данные используются надлежащим образом, а также какие дивиденды, какую пользу могут извлечь владельцы таких данных по мере того, как эти данные используются в разных странах. то есть помимо возможностей, которые предоставляет трансграничный обмен данными, необходимо не забывать об интересах владельцев этих данных, что они от этого получат, каким образом мы можем отметить их вклад в систему. Возвращаясь к министру Кону, я уверен, что в Японии имеется огромный опыт. Поделитесь, пожалуйста, им. Спасибо. На фоне пандемии COVID-19 для проведения анализа пандемии, разработки вакцины, развертывания программы вакцинации и иммунизации были необходимы данные по данной тематики. Поэтому мы вынуждены были увеличить емкость наших компьютеров, которые используются для анализа таких данных. И, возможно, в будущем возникнет какая-нибудь еще пандемия, и нам необходимо быть готовыми к ней. При этом необходимо проявлять осторожность при использовании персональных данных о здравоохранении в области здравоохранения. есть технологии в области искусственного интеллекта, которые позволяют использовать искусственный интеллект для диагностики и даже выписывания лекарств без сбора персональных данных, без сбора и хранения персональных данных. Лица, принимающие политические решения, не всегда хорошо осведомлены о всех новых технологиях. Поэтому очень важно, чтобы директивные органы общались с инженерами, с экспертами, специалистами, представителями научно-академической среды и проводили такие дискуссии относительно новинок на рынке технологии, чтобы они были в курсе новейших разработок, с тем, чтобы политики, лица, принимающие политические решения, понимали, какие технологии уже существуют и как их можно применять по конкретным направлениям. Поэтому очень важно, чтобы и государственные, и негосударственные заинтересованные стороны обсуждали эти вопросы вместе. И это особенно важно для проектов, связанных с общественным здравоохранением. Спасибо, господин министр. Следующий вопрос господину Ли. Пожалуйста, расскажите о ваших взглядах на этот вопрос. Здесь я хочу сказать о том, что если у нас будут участвовать в этом процессе все заинтересованные стороны в том, что касается свободного потока данных на основе доверия, то, конечно же, повысится в целом эффект. Госпожа Кортни Григорь, я согласна, и на самом деле пандемия эпидемии COVID-19 выступила стимулом для многих организаций, которые были вынуждены изменить свой подход и использовать иммерсивный обмен данными в интересах общественного здравоохранения. И это делалось с учетом защиты личных данных, как отметил господин министр, что это очень чувствительная тема, тема, вызывающая максимальную озабоченность у пользователей, что означает обмен данным, как это будет влиять на неприкосновенность частной жизни, влияет ли это на будущий доступ к системе здравоохранения, на возможность получить необходимое лечение. Иными словами, защита личных данных должна стоять в самом центре этих усилий. Поэтому требования, которые применяются к обмену личными данными, конечно же, в том числе и замедляют прогресс в обмене исследований. Но здесь необходимо действительно собрать все заинтересованные стороны буквально за одним столом с тем, чтобы они обменивались информацией и чтобы вопросы защиты личных данных учитывались при планировании. Это означает многослойный подход, учитывая чувствительность таких данных. Подводя резюме дискуссии, хотелось бы сказать о том, что было достигнуто взаимопонимание о необходимости достижения эффекта синергии при определении и решении всех дыр, всех вопросов, которые существуют в области передачи данных и защиты личных данных. Вопрос заключается в том, какие механизмы, какие рамки требуются для трансграничной передачи данных с тем, чтобы правительство и заинтересованные стороны могли работать в одном направлении. Пожалуйста, уважаемый министр, слово вам. Спасибо. В прошлом проводились дискуссии по данным, по управлениям данными, но они проводились от случая к случаю. Секторально по отраслям. Речь велась, скажем, о данных в плоскости торговой политики, защите личных данных, окружающей среды или в области здравоохранения. Говоря о данных, необходимо думать, мыслить широко, каким образом мы можем управлять этими данными и каким образом мы можем продолжать такую дискуссию, обеспечивать ее непрерывность. Поэтому в 2019 году премьер-министр Шинзо Аби предложил саму концепцию свободного потока данных на основе доверия. И речь шла о создании международного форума с постоянным секретариатом. В рамках группы семьи была проведена встреча министров цифровых вопросов стран группы семьи, на которой была достигнута договоренность создать постоянный механизм. Решение было одобрено руководителями стран группы семьи. Было решено создать международный форум под эгидой международной организации. Речь шла о политике в области данных. В Европе есть GDPR, в США, в Западе много что происходит. Сейчас много говорят о слиянии этих подходов. Это теологический вопрос, весьма философский. Но если мы отойдем от чистой политики, необходимо операционализировать передачу данных. и вот эта рамочная программа, которую мы назовем условно международным партнерством, в рамках ее будут обсуждаться конкретные проблемы по переводу свободного потока данных на основе доверия в операционную плоскость. Это будет делаться под эгидой некой международной организации с постоянным секретариатом. Необходимо иметь правительственную комиссию, но также и комиссию специалистов из частного сектора, из научно-академической среды. И необходимо заниматься конкретными проектами. Да, мы можем говорить о международной базе данных по регулированию, по управлению данными в каждой стране участницы. мы можем посмотреть на требования в каждой отдельной из стран, предъявляемые к хозяйственной деятельности. Необходимо также создать некий регуляторный инкубатор, где мы бы тестировали каждую новую технологию. и если такая технология себя зарекомендует в тестовом режиме, то ее можно будет распространить на государства члены. Но здесь необходимо будет заниматься конкретными вопросами, например, по секторам, скажем, здравоохранения, защита, окружающей среды и так далее. Действительно потребуется постоянный секретариат, а также не государственная комиссия, комиссия из частных экспертов. Следующий вопрос господин Ули. Поделитесь, пожалуйста, вашими мыслями на данную тему. Спасибо. Я хочу остановиться на комментариях, которые позвучали в словах министра Кона. Действительно существует большой разрыв в глобальной структуре управления данными. И действительно необходим глобальный рамочный механизм для улучшения глобального управления данными, включая свободный поток данных на основе доверия. Я хочу поделиться одним наблюдением, которые возникали с директивными органами из развивающихся стран глобального юга. Они высказали озабоченность о том, что они будут вынуждены предоставлять данными какими-то организациями, которые размещены не в их странах. И таким образом потенциально это может ограничить их собственный доступ к данным. И это может создать невыгодную ситуацию для них и помешать действительно международному сотрудничеству. Поэтому необходимо укреплять национальные институты и подотчетность особенно в том, что касается помощи странам глобального юга для того, чтобы преодолеть цифровой разрыв. Это требует не только помощи глобальному югу, но также наличие глобальных регулятивных рамок, а также требует участие от практически всех заинтересованных сторон. Это требует соглашения по структуре и обмену данными. Госпожа Кортни, вам слово. Я тоже хотела бы согласиться с тем, что было уже очень хорошо сказано до меня. Сокращение существующих разрывов и понимание этих разрывов важны для достижения целей. Отсутствие технологии и понимание технологии мешает нам этого достигать. Именно поэтому мы должны понимать повестку дня в более широком ее контексте и думать целостно о том, насколько регулятивные разрывы могут быть сокращены и как мы можем таким образом укрепить нашу роль и делиться нашими знаниями, нашим опытом. Мы все понимаем основные катализаторы этого процесса, основные катализаторы этого процесса. И мы понимаем, что существует страх того, что могут произойти утечки данных, особенно личных данных. Тем не менее, мы рады видеть прогресс в этом направлении, как двусторонний, так и международный, который помогает поддержать важную тему поддержания строительства такой структуры, особенно в рамках ОССР. Это создаст дополнительную прозрачность и обеспечит лучший доступ, и также обеспечит структуру, существующую уже между странами, уважающими принципы демократии. Мы продолжим таким образом наращивать доверие, столь необходимое нам в основе нашей работы. Это поможет улучшить нашу работу в рамках многосторонности, а также США и Евросоюз лежат в основе этой работы. Спасибо. Теперь госпожа Мутуку, что вы хотели бы добавить по вопросу обмена данными и механизмов, которые могли бы помочь нам более целостно здесь работать? Я думаю, что важно подчеркивать многосторонность этой работы и также корпоративные практики управления важны и можно их инкорпорировать в наши практики. Когда мы говорим о потоке данных на основе доверия, мы должны категоризировать данные, которые будут передаваться в этом потоке и необходимо принять решение об уровне участия, особенно когда речь идет о правительствах, когда мы говорим об учреждении партнерств. каков уровень вовлеченности компаний в разных юрисдикциях, госструктур, в том, что касается получения и передачи данных. Как именно это будет происходить? Это обеспечит соблюдение практик, которые инклюзивны для всех и интенсивны в том плане, что они предоставляют всем доступ к данным и существуют при этом стратегический единый подход партнерств, принимающих участие в этом партнерстве. И последняя стратегия данных обеспечит нам вопросы этического характера, этической чувствительности в том, что касается данных, которые должны быть в свободном потоке и быть доступны коренному населению, при этом принимать во внимание чувствительную и культурную информацию. И когда все это учтено, инициативы по оперативности, господин министр Коно уже об этом говорил, здесь мы создаем регулятивную песочницу, ее можно учредить, и очень важно по мере нашей работы мониторить и оценивать нашу работу с тем, чтобы мы могли исправить возникающие проблемы. Спасибо. Дамы и господа, вот так мы попытались донести до вас мнение и перспективу такого широкого круга наших экспертов и участников этого процесса из разных секторов и сфер. Это очень важный вопрос, который проходит красной нитью через весь форум, и, конечно, мы затронули здесь важные вопросы нашего времени и будущего времени, как мне кажется, это будут определяющие вопросы для экономического развития, для благосостояния в целом, я бы сказала, всего глобального сообщества. Мы видим, что здесь нам удается добиться консенсуса в том, что необходимо создавать такую среду, которая предоставляла бы возможность развития, при этом учитывала бы все разнообразие озабоченности и проблем, которые существуют в разных сообществах и у разных стран. По мере того, как мы подходим к концу этой первой сессии высокого уровня, хотела бы опять обратиться к нашим экспертам, которые, может быть, хотят поделиться заключительными мыслями по этой теме, как нам можно добиться большего прогресса по той теме, которую мы только что обсудили подробно. Господин министр, вам слово. Благодарю вас. мы говорим о том, что наша экономика скорее всего основана на данных. Данные это ее катализатор. Они помогают ей развиваться, поэтому точность, важность, надежность данных чрезвычайно важны. люди сегодня получают умышленную или не умышленную ошибочную информацию, и эта информация, это данные неточные, ненадежные, поэтому, когда мы говорим о разработке политики, о работе научных сотрудников, мы понимаем, что важность данных неоспорима. Это широко обсуждается. Обсуждаются разные вопросы в отношении данных, но когда мы говорим с точки зрения политики, с точки зрения людей, которые формируют политику, мы должны работать с широкими слоями населения. Не только обо мне речь, я думаю, это касается всех политиков, мы все должны работать с населением, и думаю, что и частный сектор работает с населением. Когда мы это делаем, мы должны Сфокусироваться на том, как донести до людей важность данных, важность точности, надежности и достоверности данных. Это сложно. И поэтому нам нужно постоянно вести диалог с населением и постоянно пытаться донести до них информацию об угрозе, которую несет в себе ложная информация, умышленная или неумышленная, как она разрушает наши ценности, такие как демократия, свобода, верховенство, право. Именно им угрожает дезинформация, ложные новости. И даже средства массовой информации сегодня находятся под угрозой. И доверие СМИ находится под угрозой. Это информация и эти вопросы, связанные с данными. Это не просто экономические вопросы. Это вопросы, которые прежде всего касаются наших общих ценностей. Как мы можем помочь понять населению важность этих аспектов? Как мы можем вовлечь их в диалог? Какая технология будет доступна нам, чтобы бороться с дезинформацией и помочь нам создать надежные данные? Так что это не только вопрос политики. Это технологический вопрос. И он будет чрезвычайно важен не только для экономического развития, но и для общества в целом. Вот что я хотела бы сказать. Спасибо, господин министр. Господин генерального секретаря, господин Ли, вам слово. Благодарю вас. Мы сегодня входим в эру цифрового общества. И я убежден, что развитие свободного потока данных на основе доверия чрезвычайно важно. На основе нашей дискуссии я хотел бы сделать следующие три кратких вывода. Первое. Важно сократить цифровой разрыв. В рамках страны, между странами нам необходимо обеспечить такую ситуацию, что эти разрывы не мешают свободному потоку данных. И таким образом мы должны добиться доверия населения и полного вовлечения населения и всех заинтересованных сторон, всех развивающихся стран на всех уровнях принятия решений. Второе. Необходимо обеспечить приватность и безопасность данных и использование данных. Мы должны обеспечить защиту персональных данных людей, особенно в случаях, когда эти данные передаются в другие страны. Третье. Уважение к суверенности данных. Еще один важный аспект нашей работы. Это та область, с которой нужно особенно аккуратно обращаться. Господин Антонио Гутеррюш, генеральный секретарь ООН, внес предложение создать глобальную цифровую структуру. Это инициатива, которая будет далее обсуждаться на саммите будущего в сентябре 2024 года. Мы надеемся и приглашаем всех заинтересованных быть вовлеченными в этот процесс, консультироваться друг с другом, а также в рамках ООН. Если этот новый глобальный цифровой контракт или соглашение будут сформулированы в сентябре 2024 года, то нам кажется, у нас будет крепкая, надежная платформа для дальнейшего развития межправительственных, межгосударственных механизмов по свободному потоку данных. Госпожа Кортни Григоар, мне нравится то, что я слышу. Это очень хорошие, на мой взгляд, выводы. И здесь собрались люди, которые, как мне кажется, понимают, как важен поток данных, в том числе трансграничный поток данных, для решения самых сложных мировых проблем, таких как устойчивость окружающей среды или риск будущих пандемий. Но я думаю, что средний человек может не понимать сложности этих вопросов. И поэтому, когда мы говорим о потоке данных на основе доверия, давайте задумаемся о том, что такое доверие. Microsoft ведет компанию вот уже много лет о том, как присылать данные на основе доверия. Необходимо наращивать доверие ежедневно. Это постоянная инвестиция. При этом потерять доверие можно в секунды. Мы говорим сегодня о необходимости постоянно наращивать доверие перед лицом постоянных перемен, инновационного развития. И иногда мы говорим о возможности потери очень чувствительной информации. Поэтому действительно доверие можно потерять в секунды. Мы говорим о том, что данные предоставляют инновационные возможности для всех. И в конце концов, я думаю, что если мы задумаемся о том, с кем мы должны говорить, то мы должны говорить со следующим поколением, с поколением наших детей, тинейджеров, которые пользуются цифровыми технологиями каждую секунду своей жизни. И мы сегодня говорим об их поколении и о будущих поколениях. Их голоса могут помочь нам увидеть ситуацию по-новому. Их взгляд свежий, новый взгляд даст нам новые возможности развития. Спасибо, госпожа Кортни, и спасибо всем за ваши ремарки. Госпожа Макуба, спасибо коллеге за ваши выводы. Я хотела бы в заключение сказать, что мы не должны говорить просто о потоке данных на основе доверия. Доверие нужно заслужить прежде всего. И заслужить доверие можно только тогда, когда институты, у которых собраны данные населения, заслуживают доверия, и они заслуживают репутацию доверительную и легитимную. Это означает, что такие институты должны быть прозрачными, и их работа должна быть подотчетна в том, что касается их работы с данными. И в конце концов, такие институты должны иметь необходимый набор навыков, возможностей для того, чтобы обеспечить право применения в том, что касается защиты данных. Когда этого удастся добиться, то нам будет проще заслужить доверие к технологиям и перейти дальше, на следующий этап в деле достижения ЦУР. Спасибо вам, дамы и господа. В заключение этой сессии хочу сказать, что мы заслушали очень интересные точки зрения. Обмен мнениями мне показался очень глубоким, интересным. Уважаемые эксперты, благодарю вас. Очевидно, что диалог по вопросу управления данными кажется легким на первый взгляд, но это очень комплексный и многосторонний вопрос, который требует достижения баланса между свободным потоком данных и доверием. Наши эксперты только что рассмотрели с разных сторон этот вопрос, и разные подходы были здесь освещены. С нами поделились тем, как важно найти этот баланс между приватностью данных, безопасностью, а также национальным подходом, и при этом помнить как о сложностях, так и возможностях, которые предоставляют локализация данных и свободный поток данных, а также соблюдение принципов приватности и защиты данных, а также прозрачности и подотчетности в достижении этой цели и в том, чтобы добиться доверия. Хочу сказать, что заключительное слово наших экспертов тоже подчеркнуло еще раз с важности инклюзивного многосторонного подхода по мере того, как мы разрабатываем политику и структуры по развитию, которые отражают наши разнообразные взгляды и озабоченности разных стран. И важно здесь было подчеркнуть необходимость продолжать диалог, обмена передовыми практиками и инновационными решениями, при этом не забывая о ценностях, на которых построен наш мир. Благодарю вас, уважаемые эксперты, за ваше драгоценное время, которое вы посвятили нашему форуму, за ваши мысли, которые вы здесь высказали перед форумом в Киото, за замечательную работу, которую вы осуществляете на своих рабочих местах на основе инклюзивности, взаимопонимания и доверия. На этом у нас все по первой сессии высокого уровня. Спасибо всем присутствующим. Сессию на этом объявляю закрытой. И давайте попрощаемся с нашими экспертами. Попрошу вначале их выйти со сцены слева, чтобы сфотографироваться. Спасибо. 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 Спасибо.